Как привлечь инвестиции для развития индустриальных парков республики? Как стимулировать переход транспорта на газомоторное топливо и тем самым улучшить экологическую безопасность? На 15-й сессии Госсовета парламентарии рассмотрели ряд документов налоговой, бюджетной и социальной направленности. В двух чтениях депутаты приняли закон о вопросах налогового регулирования в республике. Он предусматривает пониженную ставку налогов для резидентов индустриального парка в отношении хозяйственной деятельности. Если их доходы уменьшены на величину расходов, то налог снижается до 5%, при том, что для других категорий остается 12%. В парке планируется размещение не менее 12 высокотехнологичных производств, организация дополнительных рабочих мест, обеспечение высокого уровня заработной платы. Законопроектом предусмотрено и снижение транспортного налога для организаций и индивидуальных предпринимателей. Это касается автобусов и автомобилей, которые переведены на газомоторное топливо. За 42, против нет, воздержавшихся нет. Закон о втором чтении принят. На сессии Госсовета рассмотрели и изменения в социальные законопроекты. Предупредить наркоманию, бороться с незаконным оборотом психотропных веществ. Для этого в республике созданы горячие линии, работают телефоны доверия. Сегодня документ о профилактике наркомании был приведен в соответствии с законодательством Российской Федерации и носил больше редакционный характер. В данном случае мы просто рассматриваем оптимизацию той структуры, которая существует и возложение обязанностей на те структуры, которые сегодня в принципе этой работой уже занимаются. Поэтому мы обосновывали не привлечение дополнительных финансовых средств совершенно сознательно и осознанно. Каждый ребенок нуждается в семье, а детям с ограниченными возможностями просто необходима забота и любовь близких. В республике около 400 детей с ограниченными возможностями находятся в интернатах. За прошлый год ни одна семья в республике не усыновила ребенка-инвалида. В этом году одного ребенка усыновил гражданин Италии. Парламентарии в двух чтениях единогласно одобрили проект закона об увеличении единовременного денежного пособия на усыновленного ребенка из числа детей-инвалидов. Гражданам, кто будет усыновлять детей-сирот, пособие будет составлять 375 тысяч рублей. Откуда взята эта сумма? Эта сумма составлена на основе анализа, сколько стоит у нас сейчас ребенок из числа детей-инвалидов для содержания в государственных учреждениях в среднем. И какие же суммы предлагают при усыновлении детей-сирот из числа инвалидов регионы Российской Федерации. Только за 6 месяцев текущего года в республике погибли трое несовершеннолетних из-за отравления газом из зажигалок. Их сейчас можно приобрести в любом киоске и заправить из специальных баллончиков. Чтобы предотвратить эту ситуацию, Госсовет Чувашии обратился в Госдуму России с просьбой принять федеральный закон, который бы запрещал продажу газовых зажигалок и баллончиков для их заправки несовершеннолетними. Татьяна Трофимова, Андрей Шоклев, Республика.